В администрации Заполярного района состоялся торжественный вечер, посвященный 13-летию муниципального образования. В рамках празднования были подведены итоги конкурса «Гордость Заполярного района», а также вручена награда «Почетный гражданин Заполярного района». Единственный в Ниньском округе муниципальный район был образован в рамках реформы местного самоуправления в России в 2005 году. Официальная дата – 4 апреля. Торжественный вечер, посвященный дню рождения Заполярного района, открыл глава муниципалитета Алексей Михеев. Заполярный район встал на ноги. Заполярный район на сегодня большое, серьезное муниципальное образование, которое знают не только в Ниньском округе, знают и соседи, знают и на уровне Российской Федерации. Все это благодаря, конечно, нашим людям, нашим жителям, нашим труженикам. С поздравлением от имени губернатора Ниньского округа выступил заместитель главы региона Михаил Васильев. Летопись Заполярного района несет в себе самобытную культуру, историю развития печорских земель и арктических территорий, судьбы тысяч людей, оленеводов и геологов, рыбаков и ремесленников, нефтяников и строителей. Всех, кто чтит традиции предков, работает на благо земляков и своим трудом создает прекрасное будущее Ниньского автономного округа. Продолжилась праздничная встреча награждением выдающихся жителей Заполярного района. В этом году высшее звание «Почетный гражданин Заполярного района» присвоили Надежде Ковалевской, председателю Ниньской окружной организации Всероссийского общества инвалидов. Огромное спасибо хочу выразить всем тем, кто поддержал мою кандидатуру на столь высокое звание. Я буду с честью и гордостью нести это звание «Почетный гражданин Заполярного района». Я приложу все усилия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В завершении торжественного вечера наградили победителей конкурса «Гордость Заполярного района». В этом году конкурс проводился по семи номинациям. Достояние района, проект года, мастер, доброе дело, профессионал, патриот Заполярного района и поступок года. В последней номинации победу одержали жительницы села Шойна Елена Сидорова и Елена Коткина. Мы представили на конкурс наш проект, успешный проект «Детский городок в песчаной жемчужине». Это проект, который мы заявили на краудфандинговой платформе. Он успешный, признан. Мы собрали более половины заявленной суммы, которая нам была необходима. И данный проект вызвал большой резонанс в обществе. И мы решили с таким проектом заявиться на участие в конкурсе. Стоимость оборудования и доставки детского городка – порядка миллиона рублей. Благодаря проекту удалось собрать более 400 тысяч. Остальная часть средств будет выделена из районного бюджета. Таким образом, в отдаленном Заполярном селе уже этим летом появится долгожданная детская площадка. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».